Всем доброго времени суток! У нас 29 октября, канал Азимани Данный Ролик будет источен на Амазону Это первое Еще раз про SEO Немножко И немножко по доставке товара Услуги форвардов Услуги самих транспортных компаний И как вообще это все делается Достаточно кратенько По SEO Хотел рассказать Переходим в группу По SEO хотел рассказать Предыдущее видео я снимал О том, что проводились переговоры По поводу того, что В каких условиях можно Рекламировать Или рассказывать О компании, которая занимается В кавычках серым продвижением Я не знаю, как это правильно еще назвать Переговоры прошли Мягко говоря, неудачно По различным родам причинам Первая причина такая, что Ну Не сошлись Мутные очень оказались Товарищи Может быть Я там чем-то не понравился Я не знаю Это не столь важно Смысл тот, что Тех С теми не срослось Но желающих огромное количество В этом отношении Кто сейчас хочет заработать на SEO Вот Ну и те, которые, естественно Хотят продвинуть свой товар Не за счет раздачи Сейчас мы проводим очередные переговоры По этому поводу То есть Если что-то будет интересное Расскажу Есть уже пример Человек с 20 Там какой-то страницы Реально вышел на первую страницу И сейчас находится номер 3 Продаж ему это на данный момент Не дало Опять же SEO не надо рассчитывать Если вы пришли на первую страницу У вас сразу будут продажи Но в любом случае За 3 дня Человека Там с 18 страницы Перекинул на первую Может быть надо поработать Ему на лист Над листингом Ну как и всегда Над фотографиями Над ценой Над предложением Так скажем Вот Может быть тогда будут продажи Но сейчас у него Самая большая проблема Он не ожидал Что так быстро его докинут У него просто тупо один отзыв Вот Реальный Один отзыв То есть Сами понимаете Вокруг него там Есть у кого 800 150 200 100 Отзывов А у него всего один Хотя На странице Не такой Не единственный Такой товарищ Но в любом случае Он сейчас На данный момент Обгоняет людей У которых По отчету Амзоскопа Там 60 50 Потом он идет Там С тремя продажами Потом чувак С четырьмя продажами Потом Еще там Всякие Ну то есть Сев реально работает Могу Подтверждение дать Потому что Он мне показывает Аккаунт Я это точно знаю Мы как бы экспериментируем Сейчас Вот как раз Этими людьми Кто это продвинул Будем делать Ну будем проводить Переговоры Просто вообще Как это все Чтобы понять Ну то есть Минимально рискуя Чтобы Будет им интересно Не будет интересно Опять же По ценам Я сейчас говорю Если людям предложить Большой объем Кстати Те люди Которые со мной Переговоры проводили Им не нужна была Огласка Как они говорят Ну Огласка такая вещь В любом случае Эту тему пробьют Амазон ее узнает И будет с ней бороться Лишь бы никого Не забанил В этот момент Ну вот Потому что риск бана Есть всегда Мы раздаем Тоже В кавычках Немножко Манипулируем Так сказать Месторасположением Своим Но Все должно быть Так скажем Разумно Есть как бы Моменты Как это Обезопасить себя В большей или меньшей степени На 100% Обезопасить себя На Амазоне Вообще Невозможно Главное Чтобы Вероятность риска Была небольшая Так что По SEO Такая вот история Он реально работает То есть Пробуйте Если у кого есть Информация С кем они уже сотрудничают Если Хотите Можно Я с удовольствием Был бы пообщался То есть Обменялся бы опытом Какой у меня опыт По этому поводу Какой у вас То есть Выходите на связь Нечего скрывать Потому что В любом случае Даже если вы считаете Что вы такой один Это не так Большое количество Людей этим занимается Просто Не так Немногие люди Как бы делятся Но на самом деле При обоюдном Обмене опыта Результат Чаще бывает лучше Так Вторую тему Я хотел Я вот Вчера Позавчера Написал По поводу Вот этих форвардов По поводу Доставки товара Группу я не делал Потому что Я все пытался Найти админа Ну кто действительно В этом разбирается Кто действительно Хочет эту тему Развивать Вот Предлагать опять же Свои услуги И все вот эти вот вещи Но действительно Люди должны быть надежными Потому что Смысл Давать Так скажем Возможность Людям ненадежным Я не вижу Надежные Пожалуйста Если люди себя Зарекомендовали Нормально с ними работать И много о них Уже действительно Уже есть О них Действительно Отзывы Пока Я не нашел То же самое И на книге Если есть желающие Кто действительно По книгам Уже Соображает И там Я не знаю Готов Вплоть до того Что курсы предлагать Не то что курсы Опять же Сопровождение Или еще что-то Я в этом особо Не разбираюсь С удовольствием Тоже посотрудничал По поводу доставки Доставка В принципе Да Админа нету Я доставкой Естественно Не занимаюсь Я сам Занимаюсь продажами А не доставкой Просто Есть какой-то опыт Свой Небольшой Достаточно Но есть Большое количество Людей Нас в принципе Тут и в группе Немало Все-таки Тут 1900 человек Пускай еще Даже 500 человек Если активно Все равно Каждый Из 500 Напишет Своего форварда Свою историю Кому нравится Не нравится Мы не товар рассказываем Мы не рассказываем Производители Откуда мы товар берем Хороший Плохой Мы и говорим Именно о доставке У кого какой был Хороший Плохой Опыт Потому что Все это Я долго тяну Потому что Я вот эту группу Получается Последнюю завожу Хотя вопрос Один из важнейших Мне кажется Потому что Реально товары теряются Реально делают Сборные грузы И наш товар Так скажем Попадает Под расклад Если в этом Сборном грузе Какого-то товара Проблемы Вот То есть Много-много Всяких Моментов С доставкой Я вообще Доставлял Через производителя То есть Самый оптимальный Вариант Это Договорился Производитель От двери до двери Он все ответственности На себя берет Выбирает там Форварды Выбирает доставку Мне главное Что быстро Недорого И без проблем А если проблемы будут Соответственно Проблема у поставщика У него делают Новые партии Оптимальный вариант Сегодня разговаривали Как раз Сказали Что если вы Работаете через форварда Чтобы минимизировать риски Единственный Есть механизм Чтобы ваш Производитель Заключал договор Конкретно с этим форвардом Если он работает Официально От какой-то Компании транспортной Или заключал договор От Ну то есть он Например частник Просто там Наваривает там Без налога Без всего То ваш поставщик Чтобы заключал Официальный договор С компанией Которую будет В конечном итоге Доставлять Вот Это единственный способ Чтобы нас не кидали Потому что Опять вопрос этот поднял Из-за того Что у меня у моего Товарища Можно сказать Возник такая проблема Что объявляли ему Различные цены Старый Его поставщик Выставил там Цену Три с половиной Тысячи долларов Другие поставщики Там примерно Три двести Три триста Ну там Три четыреста Три шестьсот И так далее То есть в этом диапазоне Болталось Сара Небезызвестная Я думаю по всем Чатам И по всем Там я не знаю Где там только ее нет Объявилась И написала Три сто Ну так как он Человек закаленный В этой неделе Так скажем Прошаренный Он с ней Все что можно было Обсудил Абсолютно все При условии что есть помощник С английским Владеющим То есть там даже На телефоне Все это обсудили Все да 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 От двери до двери Точно точно У всех дороже У вас дешевле Вы понимаете Да Почему Имею возможность В конечном итоге С утра То есть Несколько дней Он выбирал Определился Говорит Ну я Типа подумаю И с утра Ему объявляют Что товар Уже забран У производителя И выставляется Цена Еще 700 Там 50 долларов По моему Или до 700 Ну не важно За какие то там Мифические налоги Человек популярный Спросил у форварда Сколько будет стоить В конечном итоге Всем наплевать Вот лично мне тоже Какие налоги Куда они платят Милиционерах остановили На трассе Там я не знаю Или там что то случилось Вообще наплевать Мне нужна просто Конечная цена Вот Но вот конкретно Сара Себя показала И уже я Почему они Конкретно Вот ее Негативно рекламируют Именно о том Что Вот такие вещи Творят чудеса Потому что Я понимаю Недоговоренность Это у них нормально Но когда Вот человек Конкретно спросили Она конкретно Обманула То есть Это чистый обман Никому не советую С ней работать В любом случае Но дело лично Каждого Потому что Да Как объясняет Можно договор заключить И так далее Но Даже если вы будете Работать с другими Опять же Форвардным Транспортным компаниям Где будете Ответственность брать На себя Имейте ввиду Что ваши товары Могут и потерять Могут и не довезти Ну все что угодно Может быть Договоров нет Просто Завод отдал И привет Соответственно Всем советую Кто работает Завод Чтобы заключал Договора Официально И брал Ответственность На себя Не каждый Завод Естественно Возьмет Значит Мой совет Лучше работать От завода Цены Потеряйте Эти 200 долларов Да хрен бы с ними Потому что Если вы потеряете Всю партию Это конечно Не очень И опять же Я организовал Вот эту группу Вот сейчас Я написал Вот на нее ссылочка В принципе Во всех описаниях Групп У меня вот здесь Вот они Все эти группы Так что Доставка форварда Обсуждаем Пишем Белые списки Черные списки А почему В белых списках Почему в черных списках Рекламу Конечно Мы будем выкидывать Потому что Весь смысл Здесь что По честному Нормально Делать отзывы Нормальные На реально Работающих Хороших компаниях И это делать Должны только Продавцы Которых реально Я и так знаю Основную массу А если увижу Что Ну просто будем Блокировать навсегда Здесь все Из-за этого я не делаю Открытые группы Чтобы не было Вот этого Бардака Потому что Основную массу людей Которые вот в этих группах Я или знаю Лично Или знаю По крайней мере По Ну посленно Так скажем Вот Так что Надеюсь Там будет Информация Действительно Реальная Точнее Не надеюсь Буду этим заниматься Надеюсь Найду Какую-нибудь Компанию Может быть Что Действительно Они нам будут Делать Соберем нормальное Сообщество Будут делать Реальные скидки Не на слова Действительно Реальные скидки Но еще Момент Такой Что Даже работа И экономия На всем подряд Если мы соберем Действительно Серьезное сообщество Действительно Серьезное Так скажем То можно Спокойно Не угрожать Ну по крайней мере Огласки Придать Тем Негодяям Так скажем Которые Косяки Мочат Ждем Мы Ждем Мы конечно Нормальных Компаний Будем По этому поводу Двигаться Сейчас я Никого не рекламирую Ни о ком Не рассказываю Просто Чисто Собственный опыт А там уже По ситуации Будем смотреть Кто будет Что предлагать Если Будут какие-то Предложения Я спокойно Через меня Просто это Проходит Общаясь Если все это Нормально Если людям Доверяем Если там Они делают Какие-то Снисхождения Мы пробуем И все нормально Я говорю Вот человек С ними сработал Или этот человек Сам расскажет И Те же отзывы Напишет Или Видео расскажет Я только приветствую Потому что Все это создано В первую очередь Для Взаимопомощи Ну вот Потому что Везде Везде Норовят Ободрать Как липку А Решать проблемы Непонятно как Да Все готовы заплатить Заплатить хотим Как можно меньше Можно скидывать Естественно И Нужно Точнее И прайсы И условия И вот по поводу Договоров Я честно могу сказать Не то что Не додумался Ну как Мы Все как По доверию На доверие Она возьмет Отдайте им товар И так далее Я сам Вполне возможно Так бы сделал Но вот Уже отрицать Снопот Особенно перед новым годом Складывает такая картина Что Лучше это не делось Потому что Спрос рождает предложение Сейчас у них Горячая пора Ну видимо И навариться Наверное хотят Не по детски Ну вот Так что В принципе Что хотел сказать Комментарии Отзывы Все дела Лайки Дизлайки Все как всегда Всем удачи Всем пока Удачи на Амазоне Субтитры сделал DimaTorzok